С возвращением, друзья мои, это у нас House Flipper, мы продолжаем играть, мы продолжаем с вами убирать, мыть, красить, ломать, мне объяснили, что надо делать, мне объяснили, да, ребята, подписчики в комментариях объяснили это в личке, что надо смотреть на карту, вот на, вот, ну, с другой стороны, вот там есть карта, которая говорит, что и где находится, какие стены ломать, какой мусор убирать и что нам надо строить. А прежде, чем мы пойдем на новый дом, давайте посмотрим, что у нас есть из заданий интересного, японская мать, просьба произвести уборочку в доме, вроде звучит просто, пару дней назад я приобрел дом по очень выгодной цене, на эту цену повлияли два фактора, много месяцев этот дом никто не хотел купить и там поселился один, один нежелательный гость, речь об одном джентльмене с собственной коляской, который незаметно заселился в дом и жил себе здесь пару дней. Пока его не обнаружила полиция, этот господин устроил невероятный бардак и за время своего короткого пребывания на полу появлялся мусор, ящики, газеты и неопознанная жидкость покрывает большую поверхность пола и кажется, что кто-то вернул содержимое обеда на холодильник. Перевод, блядь, перевод! Будучи человеком, которому становится нехорошо от самого вида актуального состояния квартиры, я общаюсь с любезной просьбой сделать порядок в купленном мною доме. Хорошо, давай сделаем. Берем, в принципе, звучит просто, никаких напрягов быть не должно, поэтому погнали хулино мелочиться. Просто давай посмотрим. Опять же, реально, миникарта все-таки решит многие наши проблемы. Так, вычисти окно, уничтожи гнездо тараканов, убери мусор, очисти загрязнение, установи устройство. Ночь, господа мои хорошие, у нас на улице ночь. Это, по-моему, первая серия, где мы с вами работаем именно в ночи. Ночью, как вы знаете, всегда ебаный свет. Почему здесь так грязно и воняет, а? Ёпта, нажмите, чтобы выбросить. Здесь точно один старик с коляской жил? Иногда мне кажется, что здесь, наверное, целый притон был. Ёпта, почему так грязно? Сука, вы что такой бедлам, а? Как этот человек с ограниченными способностями умудрился до такого довести? Объясни мне. Ай, даже игре это дерьмо не нравится. Свет, может быть, заглушки сожжены, говорит нам игра. Ты знаешь, я не исключаю сей момент. Давай будем чистить. Давай попытаемся хотя бы почистить это дерьмо. Господи. Метла или швабра не действуют на тараканов. Пылесос намного эффективней. Давай, вытягивай. Я не знаю, из каких штанин вытягивает он пылесос, но он его вытянул. Давай, флиппер, давай. Засасывай тараканов, блин. Ты знаешь, это классная тема. Покупаешь, короче, маленький автомобильный такой пылесос. Такого небольшого, такого размера, вот такой пылесосик. Если у тебя какая-то фигня происходит, ты можешь всегда засосать любую, там, тваринку, там, какую-нибудь, там, мошку и так далее. Блин, смотри, как он это, смотри, как сусет нормально, да? Тихо, тихо, спокойненько. Тихо, шани ты, Сэмэн. Без проблем. Сейчас все сделаем. Уничтожено достаточное количество тараканов. Но свет у нас по-прежнему не работает. Соглушки-то сожжены? Их надо убрать все, потому что, вы знаете, хотя бы один таракан, это уже большая проблема, а проблемы нам здесь не нужны. Блин, как можно жить, сука, в таком сраче? Я охренею. А он за шкафом там? Мне так кажется. Пошли посмотрим, что по дому-то у нас еще. Где заглушки-то? Ёпта. Фонарик. В этой игре предусмотрен фонарь, ибо нихера не видно. Вот. Открой. Установи. Что мне тут установить надо? Я, наоборот, могу выкрутить. Новая точка доступа. Что-то мы сделали. Мы что-то с вами мастер на все руки. Монтер. Сборка быстрее на 20%. Штукатур и кафельщик. Давайте сделаем сборку, наверное, быстрее, да? Вот это нормальная тема. Итак. Вопрос на засыпку. Еее. Ха-ха-ха. Молодец какой. Вот это красавелла. Вот это жизнь. Блядь, и тут тараканы. Да вы заебали уже своими тараканами. Сука, куда ни посмотри, везде прусаки сраные. Ну куда? Я буду здесь жить. Я сяду в этом уголочке и не буду никого трогать. Господи, почему? Тараканы должны быть возле источника хавки. Хавки здесь нет. Деда нет. Он вообще живой, я не знаю, не в курсах. О, боже. Это, кстати, очень умно. Что там? Придержи. Придержи что-то. Прежде чем что-либо делать. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Нет, шваброй ты будешь смусолить кого-то другого. Засасываем. Представьте, что творится внутри этой маленькой камеры у пылесоса. Там уж, наверное, целая, сука, жизнь тараканья. Ой, как хорошо. Давай, всасывай всех ублюдков. О, господи. Что я делаю? 2018 год. 7 лямов подписчиков. Мы сосем пылесосом тараканов. Все, на этом можно точку поставить. Жирную, огромную, блядь. Никогда больше об этом никому не рассказываешь. Никому не расскажешь, что мы тут делаем, правильно? А то пойдете, скажете своим там подругам, там, друзьям. А ты знаешь, что делает Олежка в хаос-флибере? Он сосет там тараканов. Притом в прямом смысле этого. Ты уничтожил гнездо. Заебись. Теперь давай очищать. Какой срач, блядь. Подтек. Это я даже не знаю, что. Что это текло? Я знаю, что когда кладут кирпич, он может давать то ли какие-то соли, то ли еще что-то. Не может не кирпич. Короче, что-то выходит наружу. Какая-то там соль или что-то такое вот подобное. И есть такой белый развод. Есть какая-то хрень, можно наносить ее. И типа этого развода не будет. Так, щитки мы починили. Щиточки-то мы починили. Две тысячи бачей-то у нас уже как бы немножко есть. Блядь, как тут грязно. Тараканы, тараканы, блядь. Ну почему их так много всегда? Придержи, измени перенос предметов. Стеллажи хорошая вещь. На самом деле, прикладывать ничего не будем. А здесь темно. Фонарик бы не помешало, конечно. Так, смотри, мы сейчас быстро, быстро. Вообще по красоте душевной все делаем. Чистота будет блестеть. Как в рекламе. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, мистер Пробер, вы поняли. Это практически про нас. Звоночек и все. А вот там уже не моется, да? Нет, моется нормально. Сто процентов. Убери мусор. Уничтожь два гнезда с тараканами. И все будет твоей жизнью. Хаос флиппер зашибенский. Тут еще 20 процентов мусора есть. Вот это. Вот это мусорок тут. Эй, мусорок. Ну, в смысле мусор имеется в виду. Тот самый полноценный мусор, о котором идет речь. Грязь. Так. Сколько там? 88. И где я должен искать остальные части? Телажик хочешь убирать? Давай уберем. Что-то мне подсказывает, что надо это дело убирать сюда. Так. Вот, санины-то мы нашли, оказывается. Кладезь. Кладезь говнеца почувствовал внезапно. А сейчас мы будем убирать и дом мы будем очищать от златовонья. И златовонья это что-то новое. Златовонья. Можно я перекручу вот так вот? Никто ж не обидится. Хозяин, наоборот, рад, что сдыхался деда, который здесь живет. И все, теперь можно убирать. Ой, блин. А есть такие чуваки, знаете, когда происходит какая-то там ДТП, или где-то человек погибает, или много человек погибает. Есть такая особая группа людей, которые приходят на это место и зачищают от разложения, от кровишки, от всего этого. Вот осталось такую игру сделать. Программа уже такая в Discovery была. Нам рассказывали, как это работает, как эта работка так все-таки делается. То есть шесть полная. Итого, 96%. Итогошечки, что мы с вами тут имеем. Понимаешь, там черно, я не вижу ни хера. 96, я вот типа хожу. Хуй пойми. А, вот здесь, наверное, да? По логике вещей, наверное, за стиралкой. Угу. Уже побежал 25 раз убрать ее. Видимо, мы настолько хлебки, что не понимаем, как это сделать. Так, стены, 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 стены. Слушай, щиток, наверное, надо подрать. Это типа ржавчина. Типа ржавчина, наверное, никак не получится. Да, закрой его нахрен. Придержи для переноса. А можно попробовать. Между прочим-то, надо бы попробовать, наверное. Давай отсюда уберем. Поставим вот здесь вот. Я так визуально смотрю, вроде бы... Вот тут, наверное, надо пройти, да? Слушай, а может он мне покажет? Вот щиток зеленый, это понятно. Но сама грязь на карте у нас не показана. Нам типа говорят, все время смотри на карту, Олежа. Чтобы понимать, что происходит. Где-то 4% какой-то грязи я не вижу, понимаешь? То есть мои локаторы, мои детекторы в глазах не видят, где находится вот это, наверное. Да, это же грязь. Да, по-моему, это она. Слушай, я так радуюсь, блядь. Это она, мы нашли грязь, Гарри. Что нам делать, Рон? Давай курить будем эту грязь. Нет, Рон, курить нам грязь не надо. Там же была, блядь, грязь. Гарри, кажется, кто-то спиздил нашу грязь. Это плохо. А слушай, я могу уже убрать, правильно? Вот это вот. Не нужно придержать левую кнопку мыши. Тебе надо, имбецил, понять, где находится 4% грязи в этом сраном подвале. И все. Я не очень секу, где это делать. 26. Я, конечно, могу как идиот ходить вот так вот, знаешь, типа делать. Видишь, что я что-то делаю? Мне кажется, большинство людей так же делают вид, что они что-то делают. Хм, здесь чисто. Нам, я помню, в школе еще говорили. Вот вы написали там какой-то диктант или изложение. И чтобы потом понять, где вы сделали ошибки, вам надо сделать очень простую вещь. Надо закрыть тетрадку. Нет, домой идти не надо. И отвлечь свой взгляд от того, что вы писали. Минут на 5. Мы сделаем так же в хаос-флиппере. Мы сейчас на 5 минут отвлекаемся, уходим наверх и продолжаем убирать. Потом, когда наш взор, собственно, обновится, наши зрительные рецепторы будут себя чувствовать значительно лучше, мы пойдем посмотрим на свежую голову. Вот, кстати, натоптано. Что там и как? А, беремо... Серьезно? Серьезно? 96% зараза. Ладно, давайте прочищать дальше. Домик-то небольшой на самом-то деле. В доме не так-то много, куда можно разгуляться. Но это лучше значительно того, чем, наверное, большинство квартир сейчас. Смотри, как это втопило. Как он сочетается здесь, да? С чем? Я не знаю, где ты тут спал? Может, он при сюда женщин каких-то приводил? Я не знаю, тут очень стрёмно. Тут реально хрень полная. Так, убираем. Вот, смотри, вот тут мусор-то показан. Вот здесь-то мусор есть. Вот, я вот мусорочек-то вижу. Там загрязнения, вон, я вижу, показаны. А вопрос только в том, почему они в подвале не показываются. Так, это надо убрать. Это же окна. Можно я швабра это сделаю? Мне кажется, так будет проще. Для всех нас. Так, убираем тут. Убираем здесь. 60% мы уже вычистили. Вот тут еще. 63. Сквозь текстуру эта херня не работает. Ладно. Ладно, Мармеладно. Так, там мы тоже убрали. Слушай, раз мусор показывается, давай все-таки сходим в подвальчик. Еще разок. Оп-ч. А-а-а, дверь, собака. Вот, вот, видишь, подсказки подписчиков все-таки работают как надо. Мы нашли... Нет, мы не нашли. Мы ни хрена не нашли. Почему? Может, их помыть надо? Что я сомневаюсь, конечно, лишь их надо мыть. Но, судя по тому, что я вижу на карте, я грязи здесь не лицезри вообще, в принципе. Это плохо. Это реально херово. Так, щиток. Ты понимаешь, а грязь-то может быть где угодно. Вот я типа залез. Ха-ха-ха. И сверху-то лучше видно, наверное. Хм. Обычно она была вот здесь. Вот, 96%. Стеллажи, наверное, драят. Нет смысла. Туда я тоже не пройду. Ладно, продолжаем думать. Продолжаем, смотрите, думать. Какая же тут грязь, твою мать. Так, ванная комната. Давай попробуем вот так вот. О, здесь надо ремонтировать. Судя по тому, что карта нам говорит, или душевую кабинку надо бы все-таки за ним все-таки репейрнуть, наверное. Репейр. Репейр. Или не репейр. Вот в чем вопрос. Так, давай сюда. Вот так. Класс вообще из музыки я вообще не слышу. Есть она, нет. Она, видимо, решила, раз ты по раши драешь у каких-то людей, музыку мы тебе включать не будем. Ну, там, бутырку какую-нибудь, наверное, да? Так. Что нам тут творить надо? Нажми, чтобы выбросить? Серьезно? О, можете купить, установить душ. Давай купим, установим душ. Тени на ведерке подмываться. Так, другое. Напольное. Потолочное. Душ. Ванная комната нам нужна, правильно? Правильно. Вот. Вот ванная комната. Сто двадцать. А что у нас денежат? Блядь, у нас сто долларов? А что так мало денег? Это типа на дом все ушло? Ха-ха. И как мне быть? Я же не смогу ничего купить. Блин. Встроенная душевая кабина. Купить теперь. И что мне делать? Учитывая, что у меня нет бабла, а поднять я его не могу, сейчас было бы классно какой-нибудь прирол. Типа нет денег на душевую кабину. Делай то-то-то. Но мы этого делать не будем, потому что нет. А встроенная душевая кабина. Мне нужно двадцать шесть долларов. Я смог бы что-то сделать. Сука, двадцать шесть баксов. Вот это хреново. Вот это реально жопа. Назад в офис. Слушай, я, конечно, что-то лоханулся. Надо было дом не брать. Деньжат-то не... Вот это грязь, кстати. Вот это, кстати, грязь или нет? По-видимому, это ни хрена не грязь. Блядь, что с дверями? Я не понимаю, что вообще с ними происходило здесь. Блин, накинули бы нам денежек сверху немного. Просто этот заказ надо бы желательно сделать. И сделать его как можно скорее. Смотри, какая тут грязище. Блядь, что? Сука, что собаки жили. Или тут спаривали каких-нибудь чухой-охой. Я не понимаю, как можно так засраться. Как можно сделать такой бардак. Тем более уже утро. Вот это нормально. О, боже. Холодильник даже открывать не надо. Я думаю, в этом нет надобности. Почему в игре, кстати, звук пропал? Что за херня? То обновляли, то не обновляли. Кухня на вид современная. То есть чувак купил дом, получается, и здесь поселился бомж на инвалидной коляске. Что-то с ним случилось. Я надеюсь, что он жив-здоров, естественно. И теперь надо дом очистить. Это очень странная ситуация. Я не знаю, кто придумывает такое дело. Хм, так. Что у нас? 94% смотри. У нас грязь получается. Вот тут показано. Вот тут я вижу грязь. По крайней мере, она где-то там показана. Вот здесь. Вот. Вот грязно. Закрывай и открывай. Вот тут, по-моему, с внутренней стороны, да? Вычисти окно. Тут целых два окна должно быть. Сейчас мы их быстро почистим. А чем ты собрался их? А, вот нормально. Мы вроде прокачивались. Мы должны быстро чистить. Хуясь, хуясь, смотри, как чувак, а? Вот это красота. Ай, смотришь, там кто-то радуется. У кого-то утречко, а ты себе сидишь, хреначишь, короче, окна моешь. Что делать? Ну, бара, у нас немного. Ой, первое окно вычистили. Второе пошло. Давай, дорогой, давай, шарите окна. Вот, нормально. Все четенько. Все четко, как надо. Так, проветриваем. Сколько там? Немножко осталось, кстати, я получу деньги. Блин, вот это печаль. Так, здесь два окна, получается, да? На полу. Вот, вот это грязно. Так, здесь мы убрали. Получается вот здесь. Вот еще грязь. О, блядь. Это еще одна спальня. Чувак, ты так дом себе спроектировал, что нихера не найти нормально здесь. Что на кухне? На кухне, на кухне, на кухне. На кухне какая-то херня у нас творится на кухоньке. Вот грязное окно, например. Не годится. Моем. На удивление, эта игра многим нравится. Она такая необычная, знаешь, такой стиль, жанр. Тут просто релакс. Просто расслабляешься. Расслабляешься и изучаешь. Это полезно. По крайней мере, это, хотя говорят, типа зомби-апокалипсис тоже полезен. Если он настанет, ты хотя бы будешь иметь начальные навыки выживания. Так, мой. Мой окошко. О, кошка. О, кошечка. О, кошечка. Вот оно так и звучит. О, кошка. Все, драйли. По идее, это тот самый минимум, который нам надо было сделать, да? Открывай. Минимальный прогресс еще не сделан. Да ты издеваешься, что ли? Что мы еще тут не сделали? Установи устройство. Так, значит. Значит, значит, значит. Батарею менять тебе я, бро, не буду. У меня денег нет на это дело. Имею в виду. А-а-а. Вот ты, собака, где зарыта-то. Вот оно что. Вот в чем проблема-то была. Розетку, я надеюсь, покупать не надо. Ты ее сразу заменишь. Прямо отсюда. Так ты молодец какой-то. Вот это пацан вообще, да? Это как в детстве, помнишь? Маленький мальчик там что-то сунул пальцы в розетку. Все, что осталось, смели на газетку. Жестоко, да. Про маленького мальчика я еще когда-то маленький мальчик был. Много разного такого юмора ходил черного. Так, закручивай давай. Самое интересное то, что все дома, которые мы с вами видим, они все красивые. Они сделаны со вкусом. Не чтоб в какую-нибудь такую захолустку какую-то попасть. Жопную, блядь. Знаешь, вот когда делают... Есть несколько вариантов. Когда есть бабки и делают безвкусно, дорого-богато. А есть, когда денег нет и тоже пытаются выглядеть богато. И при том делают стрёмно. Наверное, я правильно сказал. Наверное, правильно. Так, диван. Здесь даже лучше, наверное, мне кажется. Ну, будешь ты боком проходить сюда. Ну, ебись, а ну конем все. А что у нас еще? Очистка грязи. Тут еще что-то есть. Тут есть еще немножко грязи. Немножко грязи. Немножко грязи. Душевая. 100 долларов. И все. И, как говорится, пиши пропало. О, да ладно. 98. Что, дверку надо подравить, да? Да, дверь получается грязная. Только хер пойми, с какой стороны. Все, все. Сиризли. Так, мы это сделали. Вычисти еще одно окно. Здесь где-то... Вот оно. Вот оно, наша грязная кошка. Блин, я реально бы поставил ему душевую, но я не могу этого сделать. Мне финансы не позволяют. Все финансы ушли на покупку нового дома, который надо на аукционе потом перепродать. Готово. Так, тут мы заменили. Тут душевая. Все. Короче говоря, завершаем. Можно завершить 77%. Четыре тысячи баксов! В принципе, очень легкие и быстрые бабки получились. Вообще, вообще на изях. Мебель не нужна. Вот хочется получить задание от челика в противогазе. Потому что, мне кажется, у него там что-то есть интересное. Вот реально годное прям. Игра. Игра быстрей. Вот, молодец. Молодец, игра. Ты знаешь, как делать. Ты знаешь, что надо делать. У-у-у-у. Игра. Без слов. Так. А что у нас? Тут что-то менять надо? А, здесь тоже надо, видишь, шарага. Ну, а что париться? Если заказы есть, можно навер... Ой, ёптевыма. Дом оставшейся от тетки Анжелика Потаскухина. Потаскухина? Потаскушкина. Не Потаскушкина, а Потаскухина. Это разные вещи. Привет. Старая тетка попала с хоспис. Скорее всего, оттуда быстро не вернется. А мне осталась ее хата. В общем, неприглядная. Я охотно бы сравнял ее с землей и построила бы на ее месте что-то новое. Но у меня нет на это денег. Дом сам по себе страшный, выглядит как приют для одиноких матерей с прошлым. В принципе, как для меня. Выброси все шкафчики. Нахуй, короче. Блин, Потаскухина знает, как писать. Вставь какую-нибудь нормальную мебель. Картинки со стен можешь тоже выбросить. Нахер. В общем, сделай что-нибудь, чтобы выглядело иначе. Потому что пока что это выглядит как безнадежная деревня. Блин, Покедова. Это, может, какая-то школьница писала. Я вообще не знаю, не в курсах. Жилой бункер? О, на прошлой неделе моя дорогая прекрасная жена решила, что мамочка будет с нами жить. Я решил, что для любимой мамочки самым идеальным местом будет холодная металлическая конструкция, закопанная глубоко под землей. Блин, охеренные задания-то, между прочим. Пошли. Бля, бункер, бункер. Я знал, что рано или поздно будет у нас бункерок. Сейчас посмотрим, как живут люди в преддверии апокалипсиса. Давай, загружайся, собака, загружайся. Блин, вот был когда-то хайповый тренд с этими гребанными спиннерами. Ты что творишь, зараза? Ты умеешь, как погремушка для ребенка. Между прочим, спиннер в рублях, по-моему, 500 или 600 стоил. Он такой модный, совсем молодежный. Я не знаю, зачем я это показал здесь. Я просто убирался и нашел его, короче. Вот и все. Так, а вот это уже интересно. Вот это уже интересно. Убери мусор. Тут машина. А где у вас ход бункер для тещи-то? А они для тещи решили бункерок забахать. Любящий называется семейство у нас тут. Сейчас посмотрим, любящая семья, блядь. Где бункер, суки? На том дворе, наверное. Логично. Во, наконец-то. У нас хотя бы не элитная какая-нибудь недвижимость, а такая, более-менее похожая на нашу, ну, то есть обычную, житейскую. То есть не такая холупень прям, чтобы бабки жопой не клюют. Или куры не клюют. Или куры жопу не клюют. Знаешь, когда ты сидишь на троне, и над тобой, короче, лут, как-то не камильфо себя чувствуешь. А сейчас не упадет на голову. На той же причине в спальне, короче, полочки ей надо делать. Вот ты спишь, а над головой, короче, полки. Это ж полный пиздос, наверное. Где бункер? Что-то я не понял. Где бункер? Это ж та миссия с бункером, правильно? Очисти загрязнение. Сейчас. Вот он, вот, вот бункер, реально. Блядь, реально бункер, нихрена себе. Я чувствую себя Джоном Лоуком прямо из фильма «Лост». Нажми, чтобы выбросить. Блин, круто! Ха-ха! Использую лестницу. Да на какой хера нам не надо эта лестница? Так, смотри. Что это такое? Продаж предметов. Нам пока не надо. Моем. Моем, драем, драем, моем, моем, драем. Бункерок для тещи бункер. Я даже серию так назову. Бункер для тещи. Заебись название. Так, свет нам не надо, наверное, здесь, да, пока? Ва-а-ай. О-о-о, Fallout Shelter. У нас была игра Fallout Shelter, я помню. Так, убирай. Убирай, братишка. Сначала руками, а потом уже ногами. Полки из Икеи нашли свое применение в этом прекрасном бункере. Блин, мне нужно придерживать левую кнопку мыши. А что здесь? Это душевая, чтобы теща могла хоть где-то отмываться. У-у-у-у, вот это круто! Да, вот это классная тема. Так, давай повесим обратно, пусть будет. А то скажут, что недосчитались еще. Мало ли, вареница. Наверное, тоже течина, да? Закрыточки, огурчики там. Смотри, огурцы, еще какая-то поебота. Что-то у нас томатный суп. Томатный суп это просто классика. Это канон жанра. Что в таких местах аптечка. Бля, и тараканы, сука. Даже в бункере тараканы есть. Второй выход. В гараже? То есть вы тещу через гараж можно, да? Ммм, прикольно, прикольно. Ты сказал, короче, жене, что пошел чинить свою тачку. А на самом-то деле ты можешь спуститься сюда и с чуваками, с своими братанами забухать. Ха-ха! Блин, гениально просто. Джиниос ли, мать твою? Так, давай убирать. Уби, уби, убираем. Ботинки поднимаем. Нет, ботинки не надо. Раз ты еще будешь здесь жить, значит, надо это оборудовать под первый номер. Убираем мусорок, убираем всякую хероту. Что тут вообще надо? Очисти загрязнение, а помести примет турбина, выбрай свою еще. Турбина, которая вырабатывает электричество, должна быть здесь. Я понял. Understand. Сейчас будем сначала мусор лутать, давай. Опа! В прыжке, нет? Не получается? Жалко. А в прыжке бы получилось много чего интересного. Нет. Не трогай закрутки. Закрутки это святое. Это трогать не надо. Так, смотри, вот это забираем. Какой свинарник. Давай вы... Нет, пока рано, наверное. Вот это убираем. Газеты старые, всякая рука. Все это надо убрать. Все это тут лишнее. Так, давай. Судя по тому, что я вижу, здесь жопа. И стул, естественно, естественно, что здесь будет стул. Где же надо сидеть. Так, давай драем. Драем здесь, драем тут. Стены вроде бы в чисто... А, паутина, кстати, между прочим. Паутинку тоже надо убирать. Все делается шваброй. Так, судя по какому карту. Блин, я что-то раньше вообще даже не парился насчет нее. Но, благодаря подписчикам, все мы теперь сделаем правильно. Так, давай вот это уберем. Вот это. Я не могу смотреть на эту грязь. Я не могу. Мои просто глаза обливаются болью от вида того, что я сейчас лицезрею. Смотри, что мы делаем. Вытаскиваем пылесос. Такой... И все. И астоловиста, бейба. Астоловиста, кокроуч. Или как там они на английском тараканточке идут у нас? Кокроуч. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, смотри, сливная тема есть даже. Интересно, куда он сливает? В землю, получается, что ли? Какая-нибудь дренажка здесь или хрен его знает. Блин, ну как они тут вообще расплодили? Тут крысы должны быть. Кстати, в этой игре мы пока крыс что-то не видели ни разу вообще. Сколько мы бегаем? Крыск-то у нас нет. Таракан есть практически в каждом доме. Давай всасывай ублюдков этих мелких. Давай, 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 братан, давай. Минус гнездо. Вот еще, сука, вот они ползают. Вот, 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 вот. Пошла, 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 родная. Все, что ли? 90% убери мусор. Блин, стеллаж-то надо передвинуть, наверное. Что-то мне кажется, стеллажик здесь не в тему. Давай сюда поставим. Вот, и сразу куча мусора. Куча всякого трэша. Так, банки надо расфасовывать. Мне нужно придержать левую клавишу. Давай. Вот, ребят, видишь, тут рис, водичка. Но тараканы вроде такую хавку не едят, а консервы закрыты. Странно. Хо, мы сделали это. Ты уничтожил гнездо гребаных тараканов. Ты молодец, ты получишь медаль. Ку, наверное. Ку, вот именно что Ку. Ой, блин. Так, что мы делаем дальше? Что у нас тут еще за свинарник-бардачок? Что это такое? Ты хочешь куда-то переставить стул? Я думаю, что вряд ли получится. Ой, главное, что есть 4 косаря. На эти 4000 мы сможем с вами неплохо разойтись. Так. Значит, 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 установи устройство. Притом здесь их надо дохрена, я тебе скажу, даже больше. Смотри, отвинчивай. Блин, они сделали полноценно душ, полноценно туалет прямо здесь в убежище. Ты же охренеть. Мы играли с вами 60 секунд, была классная кайфовая тема. Душ. Сюда надо купить душ, на который бабла нам в прошлый раз не хватало вообще ни разу. Установка душа происходит в несколько этапов. Запоминай, мой друг. Да хук. Давай, вкручивай. Винтики в гаечку, гаечки в болтики, болтики надо куда-то крутить. Вот сюда. Так, сифончик, все, сливная тема сделана. Закрываем. Хорошо, что главный герой, ну, заказчик в данном случае, для тещи не нашел где-нибудь там у соседа украсть там задание. Украдил соседа душевую, которую он поставил на улице. Там еще, туалет на улице. Штема. Так. Хм, душевая. Нормально. Все. Смотри, ставим здесь перегородки. Оно не очень быстро делается, но зато, как говорится, на векам. То есть, если поставил, это уже надолго. Так, смотри, вот так вот. Сюда ручку. Вот. И вон там сильный свет, и не всегда можно понять, где это дерьмо вкручивается. Вроде нормально все. Вот. И сюда ручка. Выбора, кстати, не очень много. То есть, на удивление, выбор не шибко-то большой. То есть, что есть, то и ставим, как говорится. Нет какой-то борьбы за бренды. То есть, тут получается тупо монополия. То есть, игра в этом плане небогата. То есть, я не могу на свой вкус что-то купить. Или на вкус заказчика. Может, мы где-нибудь в Северной Корее, там где один производитель, и больше ставить ничего нельзя. Наверное, так. Хотя, вроде, на Америку смахивать. Все, готово. Бункер для любимой мамочки. Там так и написано. Для любимой мамочки. Открываем. Все, хорошо. Но это не все. Любимая мамочка должна куда-нибудь свои справления что-то делать, а? Надо же посидеть на троне. Закрываем это дело. Этот туалет надо. Этот туалет. Правильно. Правильно, правильно, правильно. Какой для мамы? За 53 или за 81? Давай вот так между. Между, между. Вот это давай. Так, устанавливаем. Все довольно просто. Все довольно, как говорится, при том, ты знаешь, такой модный стиль получается. Типа бетонные стены, все дела. Сырость, наверное, жесткая здесь, да? Так, туалет есть, и здесь остается подключить только раковину, получается. Чтобы можно было помыться, погадить и помыть руки после всех своих дел. Раковинка. Вот это станет сюда? Да, но будет тесновато на самом деле. Все? Все. Нет, не все. Не все, ни хрена не все, потому что мы ее не подключили, по-моему, да? Блин. Крой, закрой. А, вот чем дело было. Открываешь и потом устанавливаешь. Вот, вот это правильно. Смотри, раз. Давай, два. Сюда три. Блин, прикольно, на самом деле, вообще найс. Ха-ха. Тебе еще будет рада. Будет просто сиять от счастья. Так. Будет не злым, как говорится, тихим словом вспоминать нас. Или вспоминать нас, или того, кто это сделал. Я не знаю. Так, мы не все сделали. У нас еще задание тут есть. Бункер бункером, но тут еще и заданится. Что вот это за хрень? А, это вентиляционный этот. Смотри, это выход вентиляции. Поместите предмет турбина, вырабатывающий электричество. Для сюрвайвала у нас тут есть тема. Смотри. Значит, электрогенератор. Две тысячи, нихрена! Генератор. Кашкет. Прикольно. Пистолет. Противогаз. Канализационный водосток. Турбина, вырабатывающая электричество. Стоит тысячу баксов. Ёпты, а куда мы ее поставим? Ее же надо куда-то всандалить, правильно? То есть, она должна быть... Она должна быть где-то отдельно стоять же, да? По логике вещей. Тут типа выход. Давай сюда поставим. Кухонный шкафчик с раковиной. Фу, сделали. А, кухонный... А где мы ее кухню-то забабахаем? Тут же кухни-то как таковой нет, получается. Кухоньки-то нет. Есть туалет. Здесь проход такой вот. С открытым этим... Хм, странная хурма. Здесь типа вытяжка. Наверное, здесь должна быть кухня, да? Поддержите, чтобы поднять. А что у меня еще тут есть? Розеточка. В розетку можно что-то в сандали. Смотри, стул мы можем убрать. Нажмите, чтобы выбросить. Нахуй ей стул нужен, да? Наверное, думает заказчик. А можно и постоять, чё бы и нет, да? Блин, жестко, конечно. Но так, наверное, оно и рассчитано. Я не знаю, друзья мои. Этот стул надо было выбросить. Я бы его оставил. Я бы его, наверное, оставил. О, что мне надо? Уберите мусор. Мусор еще есть где-то. Где-то здесь еще в закромах у нас остался мусорок. Давайте продадим нахрен. Удалить. За кого ты меня принимаешь? Написано. Мы не играем в имитатор вора. Игра добрая. Имитатор. Вот. Давай удалим отсюда этот... Хотел сказать, господи. Паутину, удали ее. Удали. Ты скорее паутинку удали. И где мне искать дальше мусор здесь? Очисти загрязнение, убери мусор. Бля, вы серьезно? Вы сейчас серьезно? Где тут мусор? Вот кто видит мусор? Мы все выдраили. Вот это наша проблема, наверное. Потому что мелкие какие-нибудь зятки ты в хер найдешь-то в здравом суме-то. Здесь все. Может, наверху там? Опа! Как мы... Блядь, только что поднялся и упал. Нормально. Добрая игра. Значит. Бери мусор. Помести кухонный шкафчик с раковиной. Давайте посмотрим. Кухня здесь отдельным пунктом. Кухонный шкафчик вместе с раковиной. Кухонный остров есть. Остров. Шкаф. Вот. Современный кухонный шкаф с раковиной. О-о-о-о. Во! За 120 долларов. Вот. Отлично. Отлично. Идеально нахрен. Подожди. Вот сюда. Вот. Двухстворчатый. Надо кухню забабахать. Двухстворчатый шкаф. Давай купим. Блин. А рядом-то не поставишь. Смотри. Может попробовать только вот так вот разве что. Сюда-то. Тупо, конечно. Ну что поделать. С полками подвесной. Подвесной с полочками. Вот он. Из меня идеальный мебельщик. Я просто знаю, как это надо делать. Видишь? Я себе вообще идеально. Просто. Заказывайте, друзья мои. Кухню у Брейна. Я вам сделаю ее. Что нам надо еще? Двухъярусную кровать. Сюда. Серьезно? Кровати двухъярусные даже. С письменным столом, наверное, нет. Двухъярусную. Детская. Двухспальная. Односпальная. С письменным столом. А двухъярусных-то нет. Может в выживании кровати? Да, вот она. Бля, 250 почти. Ни хера себе. У нее хрена себе. Куда мы ее поставим? Пока никуда. Вот убираем стул. Ммм, вот оно как работает. Смотри, этот стеллаж мы переносим сюда куда-нибудь. Так, вот давай закроем проход. Ха-ха-ха. Можно пролазить. Потом. Все нормально. Все хорошо. Идеально просто. Здесь мы ставим кровать. Все. Индуктивная плита нам нужна. Мы обустраиваем с вами бункер. Значит, нужна индуктивная плиточка. Индуктивная плита. Бронированные двери. Индуктивная плита. Да, вот. А, это канализационный сток. Плиты, наверное, в кухне должны быть, да? Индуктивные. Нет, не здесь. Оно знаешь где? В бытовой технике, наверное. Микроволновка здесь есть, блядь, с телевизорами. А плиты индукционные ни хера нет. Вот она. Нет. Вот, да. Есть индуктивная. Нормально. Куда будем ее ставить? Ну, здесь нормально. Все нормально. Простой стол надо. Самый простой стол, который мы найдем в столах. Детский. Ночной. Круглый журнальный столик. Простой стол. Вот. Самый дешмат. 500 долларов, блядь. Нихера себе простой стол. Вы что? Что-то не очень простой. За такие бабки. Поместите. Что, блядь, поместите? 2Х стул и ингольф какой-то. Стул ингольф надо. Ингольф. Есть вообще такое? Стул. 2 стульчика ингольфовских надо. Это же языки проще было взять. Хм. Смотри. Раз. И еще два. Мне кажется, теща будет очень счастлива тут жить. Мебелированная комната убрать. Мусор надо еще убрать. Я не вижу, блядь, где тут мусор. Хоть убей. Вообще не видно. Вроде все чувство. Так смотришь. Идеально вообще жить можно. Я бы сам здесь жил. Это же бункер. Это же охеренно. Знаешь? Бункер Брейна был бы. Вот это звучит классно. Сюда ком перетаскиваешь. Тебя никто не найдет, блядь. Ни фанат не потревожит. Ни коммуналку платить не надо. Вообще ничего. Мы сделали. Мы сделали с вами по максимуму все, что тут можно было. Перенести тачку можно, да? Руками. Бля, ну ты Халк, пацан. Серьезно. Он перетаскивает машину. Так, берем ее с собой. Тачка теперь наша. Сюда можно поставить ее? Машину ты так просто не перетащишь. Итого мы заработали с 98% 9 тысяч долларов. И это охрененно. Это было просто охрененно. Я думаю, что на этой чудесной ноте, друзья мои, мы будем заканчивать. Это был Хаус Флиппер. Сегодня мы делали бункер для тещи. Такой у нас был эпический заказ. И убирали дом, где жил инвалид, которого потом то ли выстелили, то ли прибили. Я не знаю, что с ним случилось, но бункер для тещи, для мамочки. Это было охрененно. Если вам понравилось, не забывайте ставить палец вверх, подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии по этой эпической игре. А с вами был Брэйн. Всего хорошего, увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok